всем привет сами дмитрий русул и в этом видео хотел бы ответить на частый вопрос по лоджику про 10 как работать с smart controls сразу скажу по smart controls более подробно я буду рассказывать в рамках продвинутого курса в одной из частей но сейчас просто вскользь упомяну вообще что это такое и как быстро этим пользоваться то есть smart controls по сути это такая как выносная панель основных параметров той или иной дорожки в зависимости от того что на этой дорожке установлена к примеру у меня здесь вот в этом проекте в основном одни миди либо драмер треки но есть например я создам пустой аудио трек то у меня видно что здесь мне ничего нет потому что на самом треке ничего нет то есть нету никаких ну нечего скажем так контролировать если он при поставлю какой-нибудь компрессор к примеру у меня автоматически здесь загружаются основные параметры этого плагина ну к примеру вот я рейшу здесь меня и она меняется также в плагине то есть это такая как выносная панель основных параметров есть все добавлю еще эквалайзер к примеру то я могу здесь переключаться на и кью тоже быстро то есть если здесь я что-то поменяю то у меня это отображается на эквалайзере то есть таким образом в принципе можно многие вещи делать допустим сейчас добавлю еще к примеру делай и попробую здесь чуть перенастроить к примеру я хочу чуть поменять эту панель что можно сделать можно включить инспекторы сбоку и здесь нас есть такой пункт о том этих smart controls то есть то что у нас загружается вот здесь это по сути всегда автоматически smart controls то есть он сам считывает какие у нас плагины стоят на дорожке и предлагает самые такие популярные и нужные скажем так параметры но мы можем их поменять то есть здесь можно привязать general audio 12 у нас приездить какие-то on map то есть не назначенные контроллеры мы можем вообще все например поменять здесь есть всякие разные пресеты под разные какие-то инструменты тут есть просто с разным отображением то есть в принципе как бы суть одна и та же это просто ручки которые просто так или иначе как-то под что-то подстроен здесь мир от есть какие-то пресеты я все честно скажу не смотрел здесь вот прям под конкретные инструменты например вот vintage sind например есть вот и здесь оформление в такой в духе ретро синта ну то есть по сути все понятно здесь есть также для электропиано оформление то есть вы можете это использовать на любой абсолютно дорожки вот эти пресеты просто автоматически когда мы ставим автоматически он сразу считывает те плагин которые сейчас я перезагрузил и мы видим что у меня здесь появился еще и т.д. то есть до этого был только компрессор я перезагрузил вот эту скажем так панель и лоджик еще раз посмотрел что у меня установлена на дорожке и также добавил сюда основные параметры тейп дела я то есть принципе я думаю это понятно и кью также остался на своем месте то есть что можем сделать мы можем что-то поменять то есть например у нас здесь есть мэппинг вот он здесь сбоку параметры мэппинг он здесь настраивается я могу взять выделить что-то и просто его либо поменять либо удалить то есть я удаляю вот написано что у меня этот параметр не назначен я могу включить learn открыть плагин и к примеру я хочу вот этот параметр чтобы у меня регулировался все я убираю learn и теперь когда я вот здесь меня этот параметр у меня меняется параметр плагине так можно сделать с абсолютно любым плагином то есть не обязательно встроенным logic это же касается и сторонних плагинов которые позволяют доступ сторонний по протоколу к своим каким-то отдельным параметрам но как правило все это позволяют поэтому можно назначить на вот эту smart панель абсолютно любые любые параметры вот то есть я советую с этим поэкспериментировать и это как минимум можно использовать просто для быстро он приходит прописывание какой-то автоматизации то есть вы хотите что-то поменять быстро что-то прописать вы можете сюда вынести на эту панель отдельные какие-то элементы и быстро их прямо в реальном время контролировать или например во время живых как живой работы если он при logic используйте как там проект для подложек или для какого-нибудь там не знаю микстейп и какой-нибудь входить музыку там разную воспроизводить вы можете поставить на какой-то общий канал поставить какие-то обработку там фильтры например дилы и и в нужный момент просто включать что-то такое получается аналог такой диджейской консоли ну то есть можно использовать по-разному но как правило это использует вот для выдох быстро доступа каким-то параметрам на определенной дорожке чтобы не лазить постоянно в сами плагина и там крутить эти параметры и конечно же второй важный пункт что это связующее звено между параметрами плагинов и вашим внешним контроллером то есть вот у меня к примеру уже тут есть некоторые назначения параметров я могу вот к примеру у меня уже по умолчанию на первую крутилку чем бы она ни была то есть какой параметр она бы не отображала меня всегда назначен вот мой контроллер а кай здесь есть я могу всегда вот крутить его он будет меняться то есть это очень удобно я могу прописывать автоматизацию не мышкой а реальной рукой то есть это гораздо лучше оживляет вашу автоматизацию работу с миксом то есть можно таким образом какие-то параметры фильтра синтезатора открывать вот к примеру сейчас я выберу дорожку с синтезатором меня кстати здесь такой фрагмент есть вот я могу сейчас в реальном времени фильтр открывать закрывать надо мой идея понятно то есть используя контроллер можно более детально как-то отстраивать в реальном времени изменения каких-то параметров и это добавляет очень большой живости в продакшен в сведения я периодически этим пользуюсь особенно на стадии продакшена когда работаешь с синтезаторами это очень бывает полезно то есть в этом в принципе и все то есть все особенности смарт-контролла на этом в целом заканчиваются есть там конечно нюансы мы их как я уже сказал рассмотрим более подробно в курсе посвященному в главе посвященный smart controls но в целом как бы идея именно такая то есть ничего сложного нет это просто такая выносная панель для того или иного трека и собственно больше в принципе и ничего здесь такого сложного и нет то есть мы можем просто привязывать любые параметры их менять можем сами параметры менять можем менять внешний контроллер и привязывать к этим параметрам ну то есть здесь можно делать в принципе все что с этим связано с вами был дмитрий урсул увидимся с вами следующих видео здесь какие-то вопросы у вас остались не стесняйтесь пишите в комментариях всем успехов всем пока